Дети-козлы. Теперь все на этих смарт-часах помешаны. Вот моя купила фитнес-браслет. Говорит, будет измерять, сколько калорий я сожгла. А я думаю, лучше бы он измерял, сколько ты калорий сожрала. А еще пульс он измеряет. Да. А я вот думаю так. Пульс он либо есть, либо его нет. А когда его нет, то и смарт-часы не нужны. Понял? Наконец-то приехал. Чего так долго? Вам что, тут пицца с доставкой? Товар. Затемли, суки! Команда половина! Я тебя достану. Эту скотину из-под земли достану. Ты сначала ключи найди. То-то пицца... Что здесь? Я тебя достану! Я тебя достану. Ты не можешьump grosse еду с approaching всем земли? Я тебеburger Como房а, ты его rokuDefoS bae! Давай я?' Мы что в этой тысячи не смогли. Эту parliament ВыРHere, мы должны посмотреть. Даже мастер opponents все на сцене. Давай нам советую мне. Я вроде. Ой Сomunса ли это Imunaenciота. Эксперты, конечно, должны сказать свое веское слово, но я думаю, конструкция и материал те же. Обязательно было устраивать вооруженные нападения? Степан Иванович, они не заявятся в полицию. Вы хоть жучок на машину поставили? Разумеется, старичка. Ну все, давайте в оперзал будем начинать. Работать надо. Сумку правильно бери. Боюсь, что опять пустышка окажется. Да кто угодно может через интернет купить чертежи, засыпать пластиковый порошок и на 3D-принтере этих пистолетов хоть сто штук напечатать. Просто и гениально. Славик, смотри. Но этот порошок не берется из воздуха. Это уникальный, сверхпрочный пластик. Интерпол меня уже имеет и в хвост, и в грибу. Что вы узнали о порошке? Им по почте торгуют десятки фирм. Из него делать можно все, что угодно. И ничего криминального в самом порошке нет. Ну где-то же они его берут. Я думаю, на подставных компаниях, которые вырастают как грибы и исчезают в мгновение ока. О, а тем временем наши продавцы-неудачники остановились в Нечаеве. Да это пустышка, это же наша область. А может быть и нет. Потому что именно в Нечаеве находится экспериментальный завод высокопрочных пластиков. А вот это уже может быть интересно. Предлагаю организовать рейд и накрыть всех. На чем? Производить и продавать высокопрочную пластмассу не запрещено. А про эту схему с оружием они понятия не имеют, и вы ничего не докажете. На это нужно посмотреть вблизи. Артем, готовься к командировке. София, я сделаю разрешение и тебе, поедешь с ним. Времени в обрез, работаем быстро. Интерпол наседает. Им не нравятся эти пластиковые игрушки, которые можно пронести через любые системы безопасности. Этого гения нужно спровоцировать. Как? А это уж ваше дело. Это дело молодых. Не буду же я, старичок, свою голову ломать. Короче, тебя зовут Ренат Каюров. Настоящий Каюров погиб в Сирии вместе со всей бандой, так что разоблачить тебя некому. А Ромкин, друзья, в Интерполе организуют тебе нанимателей, которые в случае чего подтвердят твою личность. В настоящий момент ты работаешь на корпорацию Кастану, Бельгия. Прикрытие продажи пивоваренного оборудования. На самом деле алмазы и цветные металлы из Центральной Африки. Твое контактное лицо в корпорации – Рамон Диас. Красава. Вот. У вас есть аккаунты в LinkedIn, аватары в Даркнете. В общем, все как полагается. София. А, София. София Розетти. Твоя любовница. Итальянский, конечно, у нее так себе, но для Нечаева покатит. Спасибо. Давай, удачи. Вот это и все. Это на один раз в кабак сходить. Я поинтересовалась ценами Нечаева. Самый дорогой в ресторане можно пообедать пять раз, а еще на гостиницу останется. Побойтесь Бога. Я вам только что пять тысяч сэкономил, а вы мне какую-то... Все больше не проси. Я крутой наемник. Я деньгами сорить должен. Ты бей, ты крутой наемник. Скажи спасибо, что живой остался. Ну... Никаких. Ну. Лена, ты помнишь, как остался на второй год? Да ну нафиг. Не ну нафиг. С тех пор ты не изменился. Ты можешь хоть иногда думать наперед. Ты же подставил всех нас. И только потому, что решил по-быстрому на стороне срубить пять тысяч. А что, нельзя? Нельзя терять товар, а потом приходить прямо ко мне с расквашенным лицом и жаловаться на жизнь. Если бы это были менты. Но не менты же. Все, все. Я понял. Я накосячил. Больше этого не повторится. Что делать будем? Теперь уже ничего. Ладно. На первый раз я тебя прикрою. Думай, что батя скажешь, когда он будет спрашивать. Я пошел на обед. Спасибо. Это Сергей Домичев. Главный технолог завода пластмасс. Пойдем за соседний столик. Здрасте. Братья. Спасибо. У вас есть меню на английском или с картинками? Нет? Спасибо. Молодой человек, я прошу прощения за беспокойство. Приятного аппетита. Вы не подскажете, что взять в этом заведении, чтобы поесть и не трогаться? Рекомендую комплексный обед. Я здесь каждый день, пока еще не отрываю. Сеточка, сделай гостям по комплексному обеду. Спасибо. Вы уж извините, мы в вашем городе первый раз. Я Ренат, это моя спутница София. Чао. Очень приятно. Ну, собственно, по делу, насколько я понимаю, вы, Томичев Сергей, главный технолог здешнего завода пластмасс. Да, это я, но извините, у меня обед. Не, не, у вас бизнес-ланч. Ведь не просто так его называют бизнес-ланч. Да? Наша корпорация заинтересована в крупной поставке высокопрочного пластика. Ну, это имеет смысл обратиться к директору по продажам. А вы уверены, что именно к нему? Ну, что, это игрушка? Вы производите игрушки? Мы их покупаем. Странно. Написано, продажа пивоваренного оборудования. У нас широкий спектр интересов. Я технолог. Я не обсуждаю коммерческие вопросы. Что скажешь? Почему? Ну, во-первых, он не доел свой обед. Во-вторых, он испугался. Взял визитку. Они, походу, в гостиницу идут. Ну, этот лысый со своей иностранкой. У них дальше пасти? Этот лысый тут явно по твоим следам. Паси. Понял. Гена доигрался. Позавчера его ограбили. Сегодня в город приехал этот кадр. Я позвоню Святане, чтобы она пробила по полицейским каналам. А ты, ты проверь машину Гену. Что скажем бате? Пока ничего. Посмотрим, что даст проверка. Гермашменты. Это бы сразу устроили на заводе моски-шоу. Это, это или спецслужбы, или действительно те, за кого себя выдают. Проходите. Проходите. Спасибо. Неплохо для райцентра. Райцентра? Что там с нашим Носроперсоном? Ну, смотри, по интеллекту все сходится. Славик пробил его по базе. Он стажировался в Австрии. Отличник. Но не очень хорошо владеет собой. Так что, я думаю, что он, скорее всего, правая рука, а не голова. Да. Голова у нас там старой формации. Почему ты так думаешь? Пистолет разработан под патрон 9.18. А каков рынок сбыта для такого оружия? Правильно. Страны бывшего СССР и бывшего соцлагеря. Так что, западный рынок гораздо больше. То есть, получается, наш Мариарти вырос в СССР. Именно. Он прекрасно разбирается в новых технологиях, но мышление там другое, понимаешь, старое. Так что он, скорее, стоит за Томичевым, но не Томичев. Прекрасно. Прекрасно. А тем временем продолжается шоу Ну, мы не палимся. Если ты говоришь, что наш Мариарти такой умный, тогда почему слежка так поставлена тупо, а? Так это не слежка, это давление. Они проверяют нас на прочность. Думаю, на этом проверка не закончится. И следующий тест не будет состоять из того, что поставьте галочку в нужный квадратик. Тебе нужно уехать. Ты чего еще? Ну, не на совсем. Скрыться и продолжать наблюдение. У кого-то из нас должны быть развязаны руки. Понимаешь? Ну, если я сейчас незаметно смоюсь, то они начнут меня искать. Логично. А давай устроим для них шоу? В смысле? В прямом. Бусик принадлежит жителю Нечаева Геннадию Шитикову, который проходил в деле о рэкете, получил три года. Вышел через два по амнистии. После этого нанялся в автомастерскую Стар. Больше проблем с законом не имел. Что за Стар? Кому принадлежит? Андрей Андреевич Кузьмин прописан в том же Нечаеве. Проходил по тому же делу. Признан невиновным. То есть, получается, Шитиков взял на себя все и Кузьмин ему обязан. Спорить не буду. У Шитикова странички в соцсетях. Он вообще парень откровенный. Кузьмин засветился на его свадебных фотках. Я сейчас сделаю подробный анализ его связей. А что скажешь по поводу Томичева? Пока нашлось только одно звено между Томичевым, Кузьминым и Шитиковым. Все трое учились в школе номер восемь. Томичев и Кузьмин в параллельных классах. Шитиков на год старше. Но он оставался на второй год дважды. Походу, в этой школе полгорода училась. Пробивай контакт. Решитикова дальше и передай, пожалуйста, деду, что мы с Софией какое-то время поработаем отдельно. Эй, мужик, мы так не договаривались. По условиям София постоянно под твоим наблюдением. Производственная необходимость, Славик. Как говорят англичане, проще получить прощение, нежели разрешение. Передай деду пока. Эй, 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 стоп, 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 стоп. Мы так не договаривались. Ну что, готов? Давай. Гацо! Ты... Горке! Стронга Гальба! Ты вообще с ума сошла, что ли? Имборецов! Но, Рогацый, но! Ты куда посреди ночи собралась? А ну, вернись! Ненормальная. София! София, солнышко мое, дарлинг! Карисимя, куда тебе сердце несут? Не-не-не-не! Той ли лятуем они с парки? Той ли? Смотри! София! Ты хотя бы машину мне оставь! Сука! Слышь, походу, итальянка свалила. Не за ней ехать или как? Понял. Стой гирать! Руки! Ренат Борисович Кайюров. Давно из Сирии. Вы хотите предъявить мне какое-то обвинение? Пока мы просто беседуем. Просто беседовать я буду... в присутствии адвоката. Зачем вы приехали в наш город? Адвокат. Увлечение соцсетями до тюрьмы доведет. Фотки из Сирии, из Ливии, Афганистан. А между прочим, наемничество – это уголовная статья. Адвокат. Я могу выслать вас из страны или бросать за решетку. Адвокат. Зачем вы приехали в Нечаев? Адвокат. Хотите поиграть в игру, у кого раньше лопнет терпение? Хорошо? У меня обеденный перерыв. По закону ровно час. Вы ничего не хотите мне сказать? Пожалуйста, пригласите адвоката. Мальчики, веселитесь. Девушка, мне, пожалуйста, то же самое. Мальчики занимаются уже час. Мне до сих пор никто не позвонил. Значит, он молчит. Как думаешь, он в самом деле наемник? По всему похоже, что да. Я боялся, что он из спецслужбы. А как он у нас вышел? Шитиков. Может, просто избавиться от него? Нет. Такие люди в одиночку не работают. Я хочу посмотреть, кто за ним придет. А сколько по закону его можно мариновать? 72 часа. Светочка. Спасибо. Ну ты подержи его 72 часа. Дай позвонить, пробей номер. Не учи бабушку кашлять. Слышишь, а что, батя, в курсе? Теперь уже придется рассказать. Привет. Я тут поговорил со сметаной. Яков Михайлович. Здравствуй, Сережа. Что, ребята, у нас проблема? Мы пока не знаем, проблема или нет. Поэтому я настаиваю на том, чтобы вы или предъявили моему клиенту обвинение, или отпустили его. Я могу держать его еще 36 часов. Куда это квеста, Галина? Для вас Галина Петровна. Галина Петровна? Тянет время. Я не тяну. Время. Секунду. Городское управление. Майор Сметана, слушаю вас. Да. Да, товарищ полковник. Но он... Конечно. Безусловно. Прошу прощения. Подождите в коридоре. Через минуту его приведут. Так-то лучше. Мы подождем здесь. Значит, через день после того, как ограбили Гену появляется, профессиональные наемники интересуются нашими делами. Ну что, ребята, у нас дилемма. Или мы выходим на мировой рынок. Или это ловушка. Сами понимаете, мы не можем решить ее без вас. Я за то, что это ловушка. Паранойя-то хорошо. Если это ловушка, что нужно делать? Закопать годы и концы в воду. Бегатки, чему я вас учил? Нужно думать на два шага вперед. Если это ловушка, значит, он не один. За ним кто-то стоит. Если Ген внезапно исчезнет, будут проблемы. А если это не ловушка, мы многое теряем. Сережа, ты поговори с ним. Приоткрой карты. Вызови его на взаимную откровенность. Узнай, что он думал. Да. Да. Пустай, бомбили, ооо, сей стату пикьято. Да все окей, по-будем. Нон спаментар ми кузима пью. Так, любовные разборки за дверью. Распишитесь, гражданин Каёр. Чао. Всего хорошего. Магуардо, какие люди! Слушайте, а у вас что, опять обеденный перерыв, а? Нет. Я знаю, у вас выходной. А вы позволите? Девушка, а будьте добры, еще два пива. А вы что будете? Коньяк, водку. Надо бы поговорить по три звенки. Нет, ничего, что я немного погляд. С одного-то литра? Пьянящий воздух – свобода. Попроси свою мадаму. Моя мадама по-русски не бельбец. Я ей доверяю больше, нежели вам. Ясно? У вас тоже нет особых оснований вам доверять. Вы свалились, как снег на голову. Да и репутация у вас не лучшая. Это как посмотреть. Ваши особые навыки здесь не ко двору. Допустим, наш завод готов поставить нужный вам пластик. Вы готовы продолжать этот разговор? Нас больше интересует само изделие. Оно уникально, мы его изучили, но... Оно адаптировано под бывший соцлагерь. А мой наниматель хочет такую же хорошую массовую игрушку под патрон парамбеллы. И как много ваш наниматель готов заплатить за разработку? Это другой разговор. Ну, естественно, процент от продаж. Допустим, два. Десять. А жопа не слипнется. Три их. Это мы обсудим позже. А я обдумаю ваше предложение и дам ответ завтра. В таком случае, ты знаешь, где мне войти. Да? Адьёс. Амигос. Мужики, мне кажется, я его узнал. Это козёл, который нас с веником криванул. Да мы как-то и сами догадались. И что, вы так его отпустите? Ты так ничего и не понял? Он прощупывал тебя, чтобы выйти на нас. Не тебе здесь права качать. Скажи спасибо, что батя этот спустит тебя с рук. Хрена себе. Собираешься выполнять заказ? Никакого заказа ещё нет. Так. Материал для размышлений. Пойдём. Они клюнули. Это хорошо. Теперь нам нужно изобразить организацию с солидной международной репутацией. Мы с товарищами из Индерпола подготовили почву. Корпорация реально существует в интернете и проводит виртуальные торговые операции. Класс. Исполин Иванович, Артём ему такую сумму предложил, чтобы жадность взяла верх над осторожностью. И хорошо бы эту сумму как-то оправдать, что ли? Хорошо бы соответствующе выглядеть. Я постараюсь убедить Анну Аристарховну выделить фонды. Условие номер один. Вы вкладываете в исследование 50 тысяч долларов. Условие номер два. Мы оформляем это как контракт с Катана на производство пивоваренного оборудования. И условие номер три. С вашей стороны нам нужен кто-то покрупнее обычного наивного стрелка без обид. Да какие обиды? С нашей стороны тоже есть условия. Мой куратор, господин Рамон Диез, не появится здесь без конкретного предложения. Плюс ко всему договор должен быть готов и у вас должно быть что-то предметное. Передайте господину Диезу, что через две недели он сможет на полигоне испытать прототип своего заказа. Договорились. Да вы с ума сошли. 50 тысяч. Это больше, чем наш годовой бюджет. Я же его не могу достать, этих денег, как кролика из шляпы. Мы их обязательно вернем. Но для того, чтобы вы могли вернуть, я должна их где-то найти. А те 130 тысяч, которые мы изъяли месяц назад? Я их уже оприходовала. Еще же не сдали? Если пропадет хоть одна бумажка, меня посадят в тюрьму. Я напишу расписку, сядем вместе. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Что случилось, Шитиков? Что за секреты? Я про этого наемника поговорить хотел. В Каюру. Чуйка у меня, он нас подставит. Твоя чуйка тебя уже подвела. Я же справиться хочу. Зуб, да и он мент. А батя ему забил стрелку на полигоне. А я тут при чем? Смотри. Наши с полигона поедут с баблом, а эти с оружием. Ну вот тут-то ты их и возьмешь. Интересно. А мне это зачем? Ну, например, чтобы я не выложил кое-какие твои фотографии на весь мир. Ну, ну и гнида же ты, Шитиков. Хочешь меня заставить шантажом против батя пойти? Да не против батя. Батя никак не пострадает. Просто возьмешь Каюрова, вот и все. Он все равно больше не нужен. Черт с тобой. Сделаю, что смогу. Запад вызывает Север. Прием. Север вас видит. Плюс. Продолжайте наблюдение. На дороге пусто. А нет, одна машина едет. Гена, проставь пока мишени. Север. Мне кажется, это вы потеряли. Здравствуйте, мистер Диас. Я говорю по-русски. Вы обещали прототип, Павел. Север. Буэн, причезья. Очень хорошая мощность. Хороший стрелок. Грация. С вами очень приятно ему сделать. Очень хороший прототип в короткий срок. Вы можете изготовить в чале Дачкино снайперская винтовка. Это увеличит сумму контрата как минимум 2 миллиона. Я не могу решать такие вопросы в одиночку. Но мы обязательно рассмотрим ваши предложения. Ты смеешься. Ты смеешься? Альинец. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Можно посмотреть, что у вас в багажнике? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я что-то не поняла. А что это было? Я, честно говоря, тоже. Они подписывают контракт и вдруг пытаются нас так по мелкому кинуть. Делать что будем. Роль нужно доигрывать до конца. Мы наемники. Мы не прощаем таких македонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но есть и другие методы. Поехали. Поехали. Руки держи на руле. Молодец. Теперь поехали. Куда? В первую очередь на полигон. Разговор есть и не на пять минут. Заводи. Кажется, ребятки у нас возникли недоразумения. Недоразумение – это не совсем то слово, сеньори. Ринат, напомни это слово. Подстава, сеньори. То есть вы хотите сказать, что мы собственными руками угробили дело на несколько миллионов, чтобы хапнуть пятьдесят тысяч и избавиться от вас? Похоже на то. И, кстати, кто это мы? Я вас вижу впервые. Я, скажем так, глава группы разработчиков. Я знаю этих ребят с детства. У меня возникла дилемма. Кому верить? Ребятам, которых я знаю со школьной скамьи? Или за летчиком? Андрей, что скажешь? Скажи, что нас кто-то подставил. А кто вас мог подставить? Об этом деле знали только Андрей, иностранцы, Сергей и Гена. Иностранцам подставлять себя как-то не с руки. Сергей, Гена, что скажете? Брось пушку! Ребят, вы че? Я сказал, брось пушку! Ребята, ты… На колени, сука! На подстава, ребята! Ребят, не трогайте Сергея. Смотри, наши с полигона поедут с баблом, а эти с оружием. Ну, вот тут-то ты их и возьмешь. Шантажистов никто не любит, Шетиков. Особенно в тупых. Надеюсь, инцидент исчерпан? Договор остается в силе? Ну, поскольку вы поставили интересную задачу, я хотел бы для себя лечь на гарантии. Я могу встретиться с вашим боссом. Это сложно, но можно устроить. Но тогда пусть те мадамы команданты присутствуют на сделке. Яков Михайлович, не верьте им. Я… Я ментовну тром чую. Мне всегда была жаль твою маму, Гена. Это что? Страфантин. Полезно для сердца. Пей. Созволь штука пять. Лёд, да вы что, вы хрень, что ли? Ты еще должен бате спасибо сказать, что твоя семья не узнает, какой ты позор, Шетиков. Он тебя всегда жалел, а ты носился с тобой к придуркам. Я надеюсь, к нам вопросов больше нет. Детали сделки обсудим позже. Вы очень решительные люди. Это импонирует моему руководству. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, накрыли нашего Мариартия, а? Да, я думаю, это он. Вот, у него нет аккаунта в соцсетях. Хорошо, что Шитиков назвал его по имени. Вот есть информация с официального сайта Нечаевского горсовета. Савин Яков Михайлович, заслуженный Михайлович Республики, депутат горсовета. Руководил последние 25 лет кружком «Умелые руки». Значит, всей этой школьной мафией руководил учитель? И не просто учитель. София права. Он гений. Он сумел организовать организацию без организации. И они все друзья вот этого вот кружка «Умелые руки», «Бизнесмены», «Депутаты», «Полицейские», «Бандиты». Такой человек. Стал таким... Ну как это? Как? Ну, вот вы и спросите у него, когда будете изображать главного мафиози. Ты что, издеваешься, что ли? А что, его еще до сих пор нельзя брать с поличным? С вот этими фотографиями? Нет. Наши ребята присутствовали во время убийства. Мы не можем эти фотки использовать, судей. Их нужно брать на горячем. Прямо на сделке. Ну, ладно. Придется вспомнить молодость. Не все же в кабинете сидеть. Ну как? Товарищ полковник, при всем уважении, не подвергая сомнению ваш авторитет, позвольте себе сказать. Давай. У вас на лбу написано «Мужик Рязанской». Может, усы, бороду приклеить? Угу. Окладистый такой, как у папа. Простите. Товарищ полковник, нужна ваша подпись. Вот здесь. Вот здесь. Вуаля, Анна Аристарховна, и самое главное, говорите на французском, но шепотом. Так не будет слышно акцента. Вы сомневаетесь, вам не ее нашли? Позвольте. Ну? С Богом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Госпожа Костана приветствует вас. Она хочет провести сделку и просит показать товар. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Госпожа Костана восхищена вашим мастерством. Но ей любопытно, как обычный школьный учитель стал фабрикантом оружия. Я учитель труда. Учил детей тому, что труд принесет им почет, уважение. Но времена меняются. Уважение и почет могут принести только деньги. Я не мог смотреть, как моих учеников превращают в бандитов и проституток. Я решил изменить мир. А для этого нужна власть. Власть – это сила. Вот так учитель труда решил делать оружие. Самый нефиг. Департамент криминальной полиции. Все пути отступления перекрыты, дамы и господа. Двери заблокированы. Алло! Э! А брось, сука! Вы арестованы. Папух! Руки за голову! Анна Аристарховна, вы были на высоте. Я сам со страху чуть пистолет не выкрасил. Мне так переволновалось из этих 50 тысяч. Таким образом, вы меня без работы оставите. Ой, я на такую грубую лестницу не покупаюсь. Кстати, не забудьте сдать завтра финансовый отчет. Ладно, полковник Васил, не говорите, но подписан приказ о премии половинного клада. Всему личному составу. Хоть что-то. Многовато ли? Так можно и спиться. Знаете, мне жаль этого человека талантливого. Остаток дней он провезет в тюрьме. Ну, Анна Аристарховна. А чего? Ну, не все потеряно. Один криминальный талант мы уже в дело пристроили. Глядишь, и гениальный оружейник пригодится. Кстати, а где товарищ полковник? Ага. 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 Маэстро. Ля минор. Маэстро. Ля минор. Маэстро. 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 Маэстро.